Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан». Девятый том. Вопрос. 2220. «Если детский лагерь не государственная структура, то откуда набирается каждый год детей? Государственных, понятно, там по разнарядке каждая школа составляет список и подают в гороно». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Каждый год мы начинаем с нуля. И когда нас спрашивают, сколько у вас в лагере детей, я отвечаю – ни одного пока. Даем объявления в газеты, на радио, РОСА. И там давняя и добрая знакомая, начальник Дудник Елена Ивановна, и там бесплатно озвучивают несколько раз наши позывные. И мы отвечаем на телефонные звонки». 1 июня 2004 года «Алтайская правда» опубликовала «Душа обязана трудиться». В Барнауле идет набор детей в православный детский трудовой «Лагерь Стан». «Лагерь существует уже 30 лет. В нем отдыхают ребята разного возраста. В лагере Стане даже нет возрастных групп. Все ребята веселятся и трудятся вместе». Начальник детского лагеря Стана Игнатий Тихонович Лапкин говорит «Наш лагерь уникальный. Здесь нельзя ругаться, обижать друг друга. Наши подопечные много времени проводят на свежем воздухе, учатся сами печь настоящий русский хлеб, доить коров. Все игры и конкурсы у нас подобраны специально, чтобы дети учились понимать друг друга, уважать и любить. В нашем лагере строгая дисциплина, поэтому родители могут не опасаться за свое чадо. Чтобы записаться в лагерь, нужно обратиться по адресу. Город Барнаул, улица 2-я строительная, 62-16. Телефоны. Это 72 155 экземпляров. Кроме того, подобное же печатали в вечернем Барнауле. 8 тысяч экземпляров и другие газеты. И было не более 10 звонков. Как правило, первый вопрос. А это за деньги или бесплатно? Необходимо, чтобы ребенок был верующий. Неверующих мы не можем взять. Чтобы ему не было тягостно, на молитве. И так каждый год с нуля.